Доброго времени суток! Приветствую вас всех на своем канале! Давайте посмотрим просили посмотреть Запорожье до конца лета. Давайте посмотрим. Хотя время перемещается, время растягивается, я имею ввиду то, что мы смотрим временные рамки. Не работают временные рамки. События происходят, но не работают по времени. Но все же, Запорожье до конца лета. Ну, как говорится, что должно произойти, то произойдет. Это карта страшного суда, то есть в зависимости от того, как будут себя вести. Ну, ВСУ, наверное, в данном случае важнее. Вот. так и будет соответственно ответ. Чему быть, того не миновать. Такая поговорка есть. Итак, в общих чертах Запорожье до конца лета. я бы сказала, что в район Запорожье будет стягиваться довольно-таки большое количество военных. Новые какие-то планы. ну, так как Запорожье сейчас под ВСУ, то это, скорее всего, больше касается их, и им нужны ресурсы, нужны силы. Они туда будут встягивать, пытаться. Не знаю, правда, откуда. Может быть, с Херсона, может быть, еще откуда. Может быть, иностранцы, все может быть. Но тут очень многое будет решать именно военные командования. В самом городе будет очень много зависеть от дорог. Снабжение, соответственно, передвижение техники и обострение ситуации. То есть, если сейчас там периодически что-то прилетает, то вполне возможно, что ситуация усугубится. Будет больше наноситься ударов до конца лета. То есть, боевые действия там обострятся. И что же дальше? Чем это в результате? К чему приведет до конца лета? Ну, это приведет к тому, что поддержки особой для Запорожья не будет. Они будут оставаться только в любом случае. Это что для мирных жителей, что для военных. Будет оставаться сугубо на своих ресурсах. Тут главное проявлять благоразумие, думать, прежде чем вообще что-то делать. Потому что рассчитывать на что-то извне не приходится. Запорожье серьезным образом станет перед выбором, куда двигаться дальше, что предпринимать дальше, с кем она. И тут придется действовать. Но при этом еще вот по этой карте получается, что много очень будет разговоров каких-то. Попытки, может быть, как-то трясти какой-то вопрос. Насчет именно договоренности бы я не сказала. Но разговоров все-таки будет много. И в принципе хороших, положительных разговоров. Но имейте в виду, что за этими разговорами особо ничего не будет. То есть нужна будет конкретика. Для этого нужно определиться, кто с кем. При этом еще эта карта может говорить о том, что какие-то события будут, при том, что выбор нужно будет делать, события еще будут связаны серьезные с водой. Давайте посмотрим, если это как события с водой связаны. А это о чем? Потому что Запорожье на Днепре стоит. Вот тут уже идет, видите, непонимание, что делать. Опять же, выбор и попытка о чем-то договориться. Но в любом случае будет положительное решение в отношении города. То есть я бы сказала так, что обострение ситуации в городе будет. И это, к сожалению, неизбежно, так должно быть. Но серьезных боевых действий не будет. Будут какие-то договоренности и попытка все-таки утрясти более или менее спокойно этот вопрос, чтобы сохранить город. Ну, давайте посмотрим, что ВСУ будет предпринимать в районе Запорожья в ближайшее время. Для них ситуация будет неоднозначная. И, скорее всего, они будут из города уходить. Либо окажутся в окружении. Но я бы все-таки, наверное, сказала, что будут уходить. Потому что по Иерофанту их статус изменится. Если сейчас они находятся в городе и типа защищать его собираются, то изменится положение дела, и они вынуждены будут все-таки уходить. Их время заканчивается. поэтому в отношении этого возможны будут идти переговоры. Да, окончание боевых каких-то действий. Будут идти переговоры, чтобы дать им возможность уйти. Ну, и тем, кто захочет. Да. Серьезных боевых действий не будет. Какие-то будут, обострения ситуации будут, но потом будут договоренности, чтобы выйти из Запорожья. Ну, еще очень много будет складываться, скорее всего, ситуации, исходя из того, что как себя будут вести руководители Украины после того, что им разрешили наносить удары по России. Наблюдаем, смотрим. События развиваются, с одной стороны, очень быстро, в том плане, что их много, но они пока еще знаете, как ожерелье до конца не сложилось, чтобы замкнулось все и в результате было понятно, а что же дальше. Пока наблюдаем. Желаю вам всем мирного неба над головой, берегите себя, берегите своих близких. В любом случае Запорожье будет в России, Запорожской области, само Запорожье. Это неизбежный процесс тоже. Ну, и судя по всему, как в видео, которое я еще одно сегодня записала, постараюсь выложить, чтобы это было одновременно, закончится это для Украины не лучшим образом. Желаю вам всем всего хорошего, берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует...